Здесь нам нужно очистить кожу салициловый спирт для того, чтобы... Здесь идёт просто проценталька, определённый, там, кроме третьей части, не помню сколько, то, что их убивает, он даёт им развиваться микробам дальше, взаимодействие вот эти три препарата вместе рукой, рука тёплая, клиенту приятно, когда вы рукой оттираете, салфетка эта. После процедуры, что мы делаем после процедуры? Мы используем лосьон золотой клейер и такой жёлтый. Сейчас возьму. Вот так, пальчика беру, и они легко, хорошо отрываются, хорошего качества. Отключаем всё на свете, вентилятор, закрываем все окна, я боюсь простыть, вот так, я закрываю всё. Виниловые? Да вы что, виниловые нельзя, надо нейтриловые, кто сказал, что нельзя? Нельзя? Почему нельзя? Вообще, надо дать крови свернуться, она свернётся, подсохнет и вы дальше сможете спокойно работать. Вы сами понимаете, что кровь разносится по всему организму, естественно волосок обволакивает тоже кровь, поэтому тянется вот такой, колбаса такая, с перчаток. поэтому пальчики, всё нормально, всё удобно. Нет, это просто сильный ментон такой. Кто-то писал, что крахмал очень сильно, типа, липкий становится, какую-то хрень писали, что он там, как будто он в кисель превращается, да? Но чтобы крахмал получился киселём, надо его нагреть. Нагреть, до кипения довести, тогда будет кисель. Сам по себе крахмал, он даже в воде, если вы его растворяете, просто получается такая густая белая суспензия, да? Здесь, во-первых. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в Казахстан Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан 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 Субтитры создавал DimaTorzok